Ну что ж, я на этом заканчиваю свою вводную часть, и мы с вами начинаем сегодняшний вебинар «Использование университетской библиотеки онлайн в учебном процессе ВУЗа». Ну что ж, поехали. Несколько цифр, которые я всегда привожу в начале своего рассказа об университетской библиотеке онлайн, но они немножко меняются по ходу того, что происходит у нас. В частности, первая цифра постоянно растет. Мы агрегируем более 150 тысяч электронных изданий в нашей ЭБС. У нас более 450 ВУЗов подписчиков, 25% рынка ЭБС российского. У нас представлены более 400 издательств. Среди них более сотни издательств, примерно 120-150, это ВУЗовские издательства. Ну и так далее, и так далее. Вон дальше тоже большие цифры. Мы, наша особенность состоит в том, что мы агрегируем не только, ну то есть вот видите наверху наш слоган в кавычках, да, больше чем ЭБС. Он давно достаточно появился, потому что мы, наша деятельность не ограничена собственной электронной библиотекой. Мы много чего еще делаем, как в рамках ЭБС, так и вокруг нее. Во-первых, мы агрегируем разные формы электронного контента, не только электронно-книжного, но и разного другого мультимедиа-контента. Это аудиокниги, аудиоучебники, это электронные учебные ролики и видеолекции, и это разные формы интерактивного контента, электронные карты и так далее. Мы интегрированы с рядом проектов, которые существуют в информационном пространстве, интернет-пространстве и призваны помочь каким-то образом ВУЗам. И один из таких проектов это антиплагиат, с которым мы достаточно глубоко сотрудничаем. Вот у нас есть внешние проекты, которые называются ArtPortal Encyclopedium. ArtPortal это такой полубесплатный сайт, на котором там есть подписная часть и есть совершенно бесплатная часть. Вот бесплатная часть это, по сути дела, галерея изображений с хорошими описаниями. Платная часть больше, там больше текстов, и она больше ориентирована именно на обучение. Поэтому эти проекты мы считаем тоже нашими обучающими проектами, учебными проектами. Ну и портал Encyclopedium, на котором около тысячи различных энциклопедий выложено. Он абсолютно бесплатный, к нему доступ есть бесплатный в интернете. Также мы поддерживаем технологии печати по требованию. То есть вы можете получить любое произведение, которое у нас есть в электронном виде, в виде нормальной книжки. Авторов наших мы продвигаем в RINs. Ну и наконец мы поддерживаем проект, в котором вы сейчас находитесь. Это Директ Академия. В самом конце я пару слов про нашу Директ Академию скажу. Хотя, наверное, вам, если вы к нам ходите, вам многое известно. Собственно, университетская библиотека онлайн. Вот наша главная страница. Университетская библиотека онлайн. Это флагманский продукт компании Директ Медиа. Вот то, ради чего, в общем-то, мы все работаем. И, собственно, о ней сегодня и идет речь. Главная страница нашей ЭБС. Вот так она, примерно так она выглядит. В ней, в интерфейсе есть вот такие области. Самая первая область, я о ней не буду говорить, это переходы на другие наши проекты. Область 2, вот в ней есть такой глазик, это включение контрастного режима отображения. В этом режиме могут работать плохо видящие потребители наших услуг, пользователи. Третья область, это область поиска. О поиске я немножко расскажу подробнее потом. Четвертая область, это область перехода в ваш личный кабинет, где лежит все то, что особенное для вас. Ваши книжные полки, ваш функционал, связанный с какими-то настройками и так далее. Пятая область включает в себя меню. Обращаю ваше внимание на кнопки меню слева. Это каталог, о нем я сегодня расскажу. И справа сервисы. Там хранится достаточно большое количество переходов на сервисы, которые очень важны и могут использоваться в учебном процессе. О двух из этих сервисах я вам сегодня расскажу. Ну и, наконец, шестая область. Это область настройки каталога, в которой можно придать ему либо списочную форму, либо плиточную. Ну и разные другие настройки. Есть еще, конечно, подвал сайта, в котором хранится полное наше меню. Ну и некоторые другие кнопки, о которых, в общем, не стоит сейчас говорить. Одна из самых важных страниц, которые есть в нашей электронной библиотеке, это страница предпросмотра. Она возникает всякий раз, когда вы знакомитесь с неким списком литературы и пытаетесь понять, что из этого списка вам нужно отобрать для вашего чтения последующего. То есть это промежуточная страница между отбором и чтением. Ну, вроде бы такая промежуточная страница, но на самом деле она очень важна, потому что чтение всегда занимает продолжительное время. И, в общем, сразу углубляться в текст совсем не обязательно. Надо сначала, если у вас на входе находится 100 книжек, из которых вы должны отобрать 5, то погружаться в чтение всех этих 5 книжек совершенно непродуктивно. Поэтому часть очень важных функций вынесена на страницу предпросмотра. Она сделана наиболее таким, очень насыщенной. В ней есть много областей для кликабельных областей. Вот те тексты, которые выделены голубым цветом, это все кликабельные области. Снизу две кнопки «Читать онлайн» и «Выберите действие». Про универсальную кнопку «Выберите действие» мы еще потом поговорим. Она возникает у нас на многих страницах нашего сайта. И означает некое... Она контекстная, и в зависимости от того, где она возникает, она позволяет совершать некие дополнительные действия к тому контенту, который представлен на текущей странице. Читать онлайн – это уже, собственно, перейти в читалку. И снизу находится еще ряд вкладочек. Как правило, их три, но может быть и четыре. Про четвертый вариант отдельно поговорим. Это вариант «Пройти тест». Первая вкладка наиболее важна – это библиографическое описание. Вот здесь оно у меня взято в рамочку. Библиографическое описание очень важно для того, чтобы наши читатели могли бы правильно цитировать то электронные издания, которые они сейчас будут читать. Обращаю ваше внимание, что это очень важный момент для тех, кто собирается писать какую-то свою статью или первый свой реферат, как студенты-старшекурсники, или, если это аспиранты, свои первые научные работы. Как правило, такие работы, первые, они содержат... Ну, любые работы должны содержать какие-то цитаты, да? Ведь на что-то они опираются, это не просто сок мозга, как говорится. А это представляет для молодых, для студентов и для аспирантов, молодых ученых, представляет достаточную трудность, потому что они не являются специалистами в библиографии. И изучить подробно это область знания для них достаточно сложно. Она для них не является основной. Поэтому часто мы имеем такое явление, что люди не цитируют то, что должны цитировать, не потому что они хотят украсть что-то, а потому что чисто техническим им очень трудно что-то процитировать. Вот здесь можно взять копипейстом, просто это библиографическое описание и занести в свою работу, там, список источников, и будет все нормально. То есть эта функция помогает нормальному цитированию. Как и следующая функция, вот это вот, список литературы. Если в электронном издании есть свой список литературы, то он тоже приводится вот здесь еще на этапе предпросмотра. То есть, условно говоря, на один клик ближе к поиску, нежели чтение. Вот это очень важно, что на один клик ближе с интерфейсной точки зрения. Здесь то же самое, здесь списки литературы, то есть библиографические описания, которые можно взять и использовать у себя, если это необходимо. Кнопка «Выберите действия», о которой я говорил, она контекстная, и она, кроме того, что контекстная, она зависит от роли, в которой читатель присутствует в электронной библиотеке нашей. Ролей, если так вот не углубляться в подробности, их основных ролей три. Это библиотекарь, это самая старшая роль, это преподаватель средняя роль, и младшая роль – это учащийся студент. При этом, ну, понятно, что младшая роль, она самая главная, то есть ради нее все здесь сделано, и чтобы студенты побольше, побольше студентов приходило и читало. Ну, просто по возможностям, им, для них нет необходимости получить те возможности, которые, например, есть у преподавателей, особенно у библиотекарей. С функционалом библиотекаря мы сегодня разбираться не будем, это отдельный вебинар обычно я на эту тему веду, и записи этого вебинара, они присутствуют у нас в Директ Академии, можете их поискать, если это интересно. Они так и называются, функционал библиотекаря в университетской библиотеке онлайн. А здесь же, вот, вы видите, что есть самая главная кнопка здесь, точнее, не кнопка, самый главный пункт меню, это добавить в книжную полку. Функционал книжных полок я, мы с вами чуть попозже сегодня разберем, вот, а остальные, третья и четвертая строчка, это описание в Русмарк и в Марк 21, это, ну, в основном интересно для библиотекарей, добавить книгообеспеченность, это может быть интересно как преподавателям, так и библиотекарям. У студентов этой возможности нет. Собственно, сама читалка, она организована по, по достаточно популярному формату, который в чем-то похож на формат Adobe Reader, вот, ну, немножко от него отличается, но функционал примерно тот же, за исключением, наверное, поля 3. Поле 1, это масштаб больше-меньше, то есть крупнее-мельче, разверстать по странице, разверстать по ширине. Второе поле, это вперед-назад, по номеру страницы, в начало, в конец издания, и еще снизу, здесь не показано, снизу есть движок, которым можно тоже двигаться по страницам. Четвертое поле, это поиск по, полнотекстовый поиск по изданию. Пятый поиск, пятое поле, это всякое дополнительное, дополнительные возможности, например, закладки делать, которые сохраняются между вашими входами, то есть если вы через месяц вернетесь к чтению этой книжки, ваши закладки, и войдете снова под своим аккаунтом, то ваши закладки в этой книжке останутся. Можно цитировать, собирать цитаты из книжки, можно оставлять отзывы на книжку и так далее. Тут еще один пункт бывает, пройти тест, если к этому изданию существует отдельный тест. Ну и поле 3, оно достаточно интересно, оно позволяет, с одной стороны, вот правая кнопка с надписью PDF позволяет до 10% книжки сохранить в формате за один раз. Так-то можно, за много раз можно сохранить хоть всю книжку, ну, отдельными кусками в формате PDF. Обращаю ваше внимание, сохранить-то можно, но для личного чтения исключительно. Публикация такого большого отрывка в публичном пространстве недопустима, если эта книга является подправной, то есть на нее действует авторское право. Вот, а для себя сколько угодно, можете читать в оффлайне, печатать и так далее. Соседняя кнопка, кстати, печать, которая позволяет сразу увести на печать такое же количество страниц книги. Ну и, наконец, кнопка слева в виде такого вот тега это кнопка, это кнопка, которая позволяет до трех страниц издания разместить в публичном пространстве. То есть по этой кнопке вы можете получить вот такой вот код, указав страницы. Это действие тоже можно сделать любое количество раз. Ну, за раз можно взять три страницы. Взять вот этот код и вставить себе на сайт вуза, на свой личный блок или свой личный курс, всюду, где есть возможность ставить кусок HTML-файла, кусок HTML-кода. Прошу прощения. Вот почему это легитимно? Потому что вы в этот момент не берете копипейстом текст и вставляете его, да, подправный. А берете текст, берете код, а код вставляет нашу читалку и уже в этой читалке можно читать этот текст. Если вы вставляете нашу читалку, то, соответственно, весь механизм учета, чтения страниц, он сохраняется, а этот механизм, он приводит к соответствующим, соответствующие счетчики считают количество чтений и правообладатели получают информацию о том, сколько раз их читали, какое количество страниц их читали. Вот, и, соответственно, вознаграждение их зависит от этого счетчика. То есть это абсолютно легитимный способ вставки куска книги в какое-то свое собственное произведение. Ну, и это способ, на самом деле, создания производных произведений. То есть если вы хотите создать свой собственный курс или тему курса или чего-то еще из кусков других произведений, вы можете это сделать вот так вот. Так выглядит читалка в мобильном нашем приложении. Примерно все то же самое, но упрощенный интерфейс. Каталог. Для того, чтобы найти книгу, надо воспользоваться одним из двух способов. Либо отобрать ее в каталоге, либо найти поиском. Первый способ — это найти ее в каталоге. Наш каталог такой трехсоставный, состоит из, по сути дела, из трех пересекающихся каталогов. Первый — это предметный рубрикатор ББК, наиболее разработанный, диверсифицированный классификатор предметов для исследовательских целей. Далее — традиционный предметный рубрикатор. Он объединяет все книги и документы, включая классику, и позволяет охватить всю коллекцию и не систематизацию, а качественные особенности коллекции. Ну и, наконец, третий, здесь под вторым пунктом — это, собственно, каталог для поиска учебной литературы, каталог УГС, который имеет информацию о прикреплении тех или иных учебных изданий к каким-то дисциплинам и укрупненным группам специальностей и направлений подготовки. Вот. Этот вариант каталога, он удобен для работы в учебном поле. То есть, если вы подбираете книги для своих студентов, то это наиболее... Ну, книги не для дополнительного чтения, а книги для основной работы с вашим предметом, то тогда это наиболее удобный способ, наиболее удобный каталог. Вот здесь мы видим, как меню «каталог» отщелкнуто, и вот они, эти три виды. Первый – ВБК, последние разделы, и второй и третий – это УГС для высшего образования и УГС для среднего специального образования. Они немножко отличаются по составу, но, в принципе, по своему функционалу примерно одинаково. Ну, и вот так это выглядит примерно. В каталоге действуют действуют фильтры, вот такие. Это универсальные фильтры, которые накладываются на... Во многих частях нашего сайта действует такая же система фильтров. Мы с ней сегодня еще столкнемся. Фильтры по автору или названию, по типу издания, по ББК, по уровню образования, там, может быть, там, бакалавриат, магистратура, или администратора, не знаю, что там еще там, аспирантура, ординатура, там и так далее. По дисциплине, собственно, и по тому основная, это или дополнительная литература. Вот, по вертикали фильтры взаимодействуют по закону логическому И, то есть, если это учебные издания и бакалавриат, и алгебра и теория чисел, то есть попадет только дисциплина алгебра и теория чисел из бакалавриата. А по горизонтали вы можете выбрать несколько вариантов, например, дисциплина алгебры и теория чисел и дисциплина линейной алгебры, например. Вот тогда или действует закон, то есть, помещаются книги из алгебры и теории чисел или из линейной алгебры. Ну, в принципе, это, я думаю, что это примерно понятно, интуитивно. Ну, и вы видите, наверху тоже кнопка «Выберите действия» универсальное и контекстное. И вот она здесь, видите, у нее такой вот вид «Сохранить список уже книг, отобранных книг» в виде таблички Excel, в виде CSV файла, ну и опять же, в виде списка Rosmark и Mark 21. Другой способ нахождения книги в библиотеке – это поиск. Ну, если подбор по каталогу – это более традиционный в смысле, как бы сказать, совместимости, все равно информационный термин применяю, совместимости с предыдущими годами, когда-то каталоги существовали, ну и сейчас существуют в библиотеках в вещественном виде, как отдельные карточки, да, то поиск – это, конечно, приобретение наших последних там 20 лет примерно, вот, и, разумеется, студенты, больше нравится искать поиском, нежели нежели шарить по каталогам. Вот. Ну, и не только студентам, конечно, вообще поиск – это очень могучая вещь, которая может найти многое, что по каталогу можно и не найти. Впрочем, и обратное тоже верно. Вот. Поэтому поиск мы стараемся делать наиболее релевантным, с тем, чтобы он искал сразу по… в некотором смысле угадывал, что вы хотите найти, но это не всегда возможно. Вот. Поэтому вот у нас тоже есть поиск, который на подбор по каталогу похож, по крайней мере, по фильтрам, которые в нем используются. Вот. Поиск у нас тоже ориентирует… Его функция релевантности, скажем так, она тоже ориентирована на учебный процесс. То есть учебные книги там найти проще, чем остальные. И вот вы видите, что действует та же самая система фильтров. Ну, а кроме того, есть, разумеется, поле ввода в расширенном поиске. И в нем есть еще фильтры-галочки. Это хотя бы одно слово искать в описании. Это по умолчанию стоит галочка. Полнотекстовый поиск – это в редких случаях применяется, когда вам надо прямо полнотекстово по всей базе искать. Этот поиск достаточно длительный, потому что по 150 тысячам книг полнотекстовый поиск, ну, длительно он действует. Ну, и можно поставить флажок на гриф. Это значит, книги только с грифом. А ниже все тут точно так же действуют по году издания, по издательству, по уровню образования, по дисциплине и так далее. Какие еще есть сервисы? Как я говорил, вторая, самая полезная кнопка в меню – это сервисы. И в ней есть два очень важных момента. Один из сервисов – это сервис обновления контента. В месяц к нам приходит более тысячи книг, как правило, новых. И изложить эту информацию на главной странице не представляется возможным. Раньше мы это делали, и новые книги сразу попадали на главную страницу, и некое непродолжительное время на ней находились. Но так как вы не приходите в ЭБС каждый день, то, соответственно, нужную вам книгу вполне можете пропустить. Поэтому вот такой вот сервис появился, который просто показывает, какая… с какого периода по какой, то есть с какой даты по какой, за любой период времени, который вы наберете, какие новинки пришли в нашу ЭБС. Ну, и к этому действует та же самая система фильтров, вот, которая позволяет сузить этот список. Потому что, как я уже говорил, там, если за месяц приходит тысяча книг, то даже за этот период, да, вам придется все их просмотреть. поэтому используйте фильтр для того, чтобы этот список сократить, иначе вы его просто не осилите. Вторая важная… важный сервис в списке сервисов это книжная полка. Книжная полка это способ создать… это способ создать именные наборы изданий, которые дальше могут использоваться для каких-то целей. Ну, самая простая цель, конечно, это просто отобрать себе для последующего чтения и отобрать себе по разным спискам. Вот, например, список по какого-то гуманитарного чтения, да, просто хочу этой книжке почитать, список по определенной дисциплине, которую я веду, ну, и список дополнительной литературы, например, по какому-то предмету. Вот. То есть, это книги для себя. Книжных полок может быть сколько угодно. Вот. То есть, таких наборов может быть сколько угодно. Ну, и второй резон делать книжные полки это делиться ими со своими коллегами и студентами. То есть, книжная полка имеет свой собственный адрес и этот адрес можно делить с кем-то. Вот. Тогда эту книжную полку увидят ваши, ну, например, ваши студенты, да. Вот. Выглядит это примерно так. Вот книжные полки, вот внизу вы видите две именованные книжные полки «Экология 2.2021» и «Менеджмент 1.Курс». Книжные полки, они, разумеется, пополняемы. Из них можно удалить книжки. Книжные полки могут дублироваться с целью последующей модернизации. То есть, можно сделать дубль и слегка его изменить для каких-то целей. Ну, и самое главное, им можно получить ссылку и взять ссылку и поделиться ею со своими студентами, и студенты смогут эту информацию получить. Это очень важно, потому что, ну, как мы не рассчитываем на то, что студенты придут и поиском найдут все, что им надо, часто им не хватает каких-то навыков или желания это делать. А если их книжная полка уже находится в их личном кабинете, то тогда это все сильно упрощает для них работу с электронными изданиями. В нашей ЭБС возможно создавать тесты для изданий определенных. Тесты всегда у нас, ну, так как у нас все-таки ЭБС, а не тестовый движок как таковой, то есть некоторые ограничения. Первое, это то, что тесты делаются к изданиям, не к дисциплинам, а к конкретным, условно говоря, учебникам или учебным пособиям. Тесты делаются преподавателями. Доступ к тесту, доступ к тестовому движку производится не автоматически, а по заявке. То есть вы должны написать в Helpdesk нас, попросить вас подключить к тестовому движку, и тогда вы можете им пользоваться. Тесты да, вот здесь вы видите, как возникает четвертая вкладка на странице предпросмотра «Тесты к изданию». Когда мы на нее нажимаем, то можем эти тесты использовать. Здесь мы видим, как возникает еще одно поле в нижнем поле читалки. Вот сразу после отзывов возникает тесты к изданию. Отсюда тоже можно их запустить. Что касается возможностей преподавателя, то вот они такие. Доступ конструктор представляется по требованию. В конструкторе сначала отображаются только персональные тесты, то есть если ваш коллега в своем аккаунте делает тест, вы его не увидите. Ну и общедоступными тесты становятся после модерации, то есть после нашего одобрения они могут стать общедоступными и тогда вот все их увидят в той форме, в которой я вам только что показал. Тестовый движок у нас вполне такой классический, он поддерживает тестовые задания, выбор одного или нескольких вариантов или по-другому multiple choice, текстовый ответ или тестовые задания в закрытой форме, тестовые задания на сопоставление и на установление последовательности. Во всех вопросах и ответах можно использовать медийные файлы, точнее можно использовать иллюстрации и видеообъекты, причем их можно загрузить прямо на наш сервер, ограничение составляет 2 мегабайта. Это сильно расширяет возможности тестового движка, потому что используя иллюстрации в тестах можно гораздо большего достичь, чем просто текстовыми описаниями. файлами в завершении информации про ЭБС, потому что будет и вторая часть еще у нас, про наш обновленный раздел мультимедиа, с которым мы в последнее время много работали. у нас появилось много дополнительных видеоматериалов, появились много дополнительных аудиокниг, аудиобиблиотека у нас регулярно пополняется, в качестве аудиокниг у нас используются не только книги для чтения, но и аудиоучебники, аудиоучебники очень популярны по дисциплинам гуманитарного, гуманитарным дисциплинам, там, где нет сложной верстки, таблиц, формул и так далее, аудиоучебники очень даже хороши. Вот, так что вот такие возможности у нас тоже есть. Ну и перейду к сопутствующим нашим проектам, которые тоже вполне могут участвовать в учебном процессе вуза, как минимум с методической точки зрения, то есть с точки зрения обучения преподавателей. Ну и для студентов тоже много интересного можно найти. Это, собственно, наш проект Директ Академия. Да, что ж такое. Я прошу прощения. Наш проект Директ Академия, который состоит из двух больших частей. Это бесплатные вебинары, которые мы проводим каждый рабочий день и даже иногда по два. Всего около 250 вебинаров за сезон с сентября по конец июня за 10 месяцев. Вот, вторая большая часть, это на одном из таких вебинаров вы сейчас находитесь, вторая большая часть, это наши онлайн-курсы, которые мы ведем. Мы проводим примерно от двух до четырех онлайн-курсов каждый месяц. Вот, это уже такая серьезная история про реальное обучение. Все наши онлайн-курсы являются, ну, по сути дела, очными курсами, не в смысле онлайн-офлайн, а в том смысле, что с преподавателем вы всегда встречаетесь, вот как со мной сегодня, в процессе вебинаров, где можно задавать вопросы. Каждой теме у нас предусмотрены практикумы, которые надо выполнить, вот, еще общение происходит, как правило, еще где-то в какой-то дополнительной группе в одной из социальных сетей, вот, то есть это такой полноправный курс с хорошим обучением. Вот, курсы у нас, ну, информацию о курсах, о некоторых курсах я вам уже дал, и об одном из курсов расскажу сейчас. А, да, про нашу Директ-Академию всегда хвастаюсь, что мы в 2019 году получили Вики-премию в доминации «Свободные знания». Ну, во-первых, за то, что мы с Википедией очень дружим, и они у нас на нашей площадке постоянно проводят свои вебинары бесплатные, во-вторых, и в основном за то, что мы все записи наших вебинаров выкладываем на YouTube под свободной лицензией. Свободная лицензия позволяет не только просматривать вебинар, но и делать на его основе производные произведения, то есть можете из кусочков наших вебинаров собирать себе какие-то собственные обучающие курсы, например, не забывая при этом сослаться на нас, как на владельцев лицензии. свободная лицензия, она подразумевает, что это все бесплатно, но не подразумевает, что вы забудете указать автора. Автора все-таки указать надо. Ну и, наконец, наш курс, который пройдет... Давайте я продублирую эту информацию, потому что она важна. Это курс, который пройдет уже очень скоро. Это наш курс. Наш в смысле... Мы его не только проводим, но и ведем компания Директ Медиа. Курс называется «Профессиональная работа в ЭБС университетской библиотеке онлайн». Авторами курса является наш генеральный директор Константин Николаевич Костюк, ваш покорный слуга Павел Калинников и Татьяна Телегина тоже, наверное, вам знакомая. Ну и подробнее про этот курс. Это 8 тем, 8 вебинаров, 6 практикумов, 72 академических часа. Те характеристики общие наших онлайн-курсов, они здесь сохраняются, то есть будет у вас и практика, будут и будет общение с авторами. Все это актуально, то есть на конец прошлого года, даже вот на весну 22 года актуализировано, содержит, то есть мы расскажем вам, поделимся всем тем опытом, который у нас есть. Курс практически направленный, будет осуществляться индивидуальная поддержка, то есть вы можете задавать свои вопросы и получать на них ответы в специальной группе. Курс предназначен для преподавателей-библиотекарей вузов и колледжей, а также учителей, руководителей и сотрудников библиотек, корпоративных университетов, в которых установлена университетская библиотека онлайн, методистов, молодых ученых и аспирантов. Ну, эту информацию вы можете на нашем лендике почерпнуть, я не буду здесь читать с кадра о том, что вы получите после окончания курса, а получите конкретные навыки по работе с нашей ЭБС. Организатор курса, как всегда, Директ Академия, мы имеем образовательную лицензию, поэтому можем выдавать как наши собственные сертификаты, так и стандартные удостоверения о прохождении курса повышения квалификации на бланке строгой отчетности установленного образца. Вот, вот тут вы можете познакомиться с обращением наших авторов, ну, я зачитаю свое обращение. Главная идея курса собрать в одном месте многочисленные материалы, описания, инструментарии, примеры для тех, кто хочет освоить работу в электронной библиотечной системе на профессиональном уровне. В курсе мы попытаемся соблюсти баланс между простотой изложения и последовательным и глубоким освещением материала. Цены на курс, они такие же, как и на все наши курсы, они, все восьмитемные курсы наши стоят одинаково, то есть у нас система ценообразования, она вот такая, все наши курсы одинаково стоят, мы не делаем разницы между курсами, разве что, если они содержат большее кондитет твой тем, тогда повышаем цену. Здесь есть дополнительный бонус, связанный с тем, что активные слушатели получают удостоверение о повышении квалификации бесплатно. Обычно у нас это за дополнительную цену делается при желании, потому что это работа с бумагами, с бланками, с рассылками и так далее. То есть у этого есть своя цена тоже. Но здесь мы это включили в тариф активный слушатель и вы получите это удостоверение. Если успешно завершите курс, то есть мы не выдаем удостоверение и сертификаты просто так, за то, что вы нам заплатили деньги, вам надо учиться и доказать, что курс вы освоили. То есть в данном случае успешно сделали все домашние задания, ну не все, а какой-то процент домашних заданий по нашему курсу. Да, есть еще и форма участия VIP, это с индивидуальным консалтингом, если она интересна. Ну и есть еще скидки за групповое участие для лиц, для юридических лиц. Ну здесь вот они приведены, 3-4 участника, 5-7-8 и более. Вот такие сертификаты вы получаете, если успешно заканчиваете курс. Ну и вот такое удостоверение вы получаете, если успешно заканчиваете курс, при этом в тарифе активный слушатель. наши авторы, как я говорил, Константин Костюк, наш генеральный директор, ваш покойный слуга Павел Калиников, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа, ну и Татьяна Телегина, автор и разработчик онлайн курсов, она не только этот курс создала, но участвовала в его создании, но у нее и свой курс есть, успешный, который сейчас проходит по библиографии, ну и вообще много курсов у нее за плечами, ну и она тоже наша постоянная ведущая в Директ Академии. Программу курса не буду здесь описывать, ее можно скачать, если необходимо, у нас на вот отсюда, вот эта ссылка снизу, да, вы можете программу посмотреть либо на нашем лендинге, либо просто скачать в формате PDF. Ну вот и все, мы как раз успели уложиться в час, жду ваших вопросов, если они будут с удовольствием ��, с удовольствием,